Вместе с Габель, Габель даже пытается гопризничать. Ладно, поехали. Как минимум, приседать не можно. Мне даже понравится. Привет-привет, друзья. Сегодня у нас снова новое утро. И мы готовим, вернее Габель готовит, я показываю. У нас чуть-чуть осталось творожка, и мы его уже добьем, чтобы он в холодильнике не лежал. Буквально 50 грамм. Мы добавили сюда чуть-чуть малинки, которую мы заготавливали на зиму. И чуть-чуть черной смородины, наверное, или это черноплодная рябина. Мы и то, и то заготавливаем. В общем, мы и то, и то заготавливаем на зиму. Сейчас мы первый раз, по-моему, смузи с грецкими орехами. И также у нас вот такая вот хурма осталась. Мы, наверное, половинку ее положим туда внутрь. И половинку мы съедим, наверное, сами. У нас их две. Но мы уже не будем портить продукт. И съедим половинку. О, эти половинки весит грамм 600. Так что достаточно такого вот фруктика для смузи. Итак, вот наш завтрак. Наша Рада пытается капризничать. Вот, и, собственно, наш завтрак поспел, созрел. Гебель порезала нашу хурму. Получилось два стаканчика смузи, или как они называются. В общем, с творогом как раз. Отличная, шикарная консистенция. Такая вот. Вот, собственно, и все. Такой наш завтрак. И скоро приступим к нашим занятиям. Скоро с вами увидимся. Итак, друзья, мы снова продолжаем наше занятие. Буквально только что позавтракали, вы видели. И буквально через 5 минут скоро уже мой урок йоги. Сейчас с утром. Около 11 часов. 10-11. Вот, все, мы позавтракали. Теперь покачаемся и будем заниматься йогой. Рада не очень сильно радуется этому обычно. Но сегодня мы ее наконец уговорили. Заняться этим не знаю, сколько она уже весит. Но будем подтягиваться. В прошлый раз рекорд был 10 раз. И завтра мы уже будем делать фотографии. Посмотрим, как она сегодня меня накачает. Ладно, поехали. Мне 10 раз никак не получится. Как бы я никогда сейчас я... Ну, 9 раз нормально. Она растет, растет. Так что, если будет 8, через пару раз у меня даже плечи начнут болеть. Когда я вытягиваюсь с ней, очень большое напряжение. Я не привык подтягиваться с весом. Но вот радужка меня научит. Собственно, все, идем дальше делать горизонт. Отпускаем радужку. Пока-пока. Итак, давайте по-быстрому. Пока радужка вообще не начала плакать. Она сегодня на удивление себя хорошо ведет. Попробуем сделать горизонт с радой. Это вообще отсутствие сейчас сегодня. Да-да. Она, короче, так и может заснуть. Ей, в принципе, нет. Ладно, все, балдеется. Она сейчас точно начнет плакать. Все, и поехали. Я подумал, можно поотжиматься, но отжиматься без рук с радой нельзя, потому что она будет биться головой. Радушка. Давай еще раз. В общем, неплохо. Она, чтобы рада не вывалилась. А так, в принципе, все нормально. Не будем уже над ней издеваться. Она тоже неправильно сидит. Не знаю, можно ли с ней прыгать, пока Габриэль не видит. Можно еще что-то с ней придумать. Как минимум, приседать с ней можно. Мне даже понравится. Не знаю. Не верю я, что это можно делать с детьми. Но ей почти нравится. Папа кенгуру. И так, так и у нас получилось. Больше 30, даже может и 40 раз попрыгать с радой. Ей пока что нравится. Если честно. Это первый раз я так надумался. Больше она не будет экспериментировать. К тому же мама тем более волнуется. Собственно, все. Пока-пока. Мы с вами завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok